В истории ежегодной российской премии ТОП-5 авто открылась новая глава. Более полусотни экспертов, представителей профильных СМИ и лидеров мнений дали старт восьмому сезону автомобильного конкурса. На первом собрании члены жюри обсудили лонглисты премии. Некоторые модели в списке добавили, некоторые убрали. К примеру, статус номинанта утратил Volkswagen Golf восьмого поколения. Хэтчбэк в ближайшее время в нашу страну не приедет, а значит и в конкурсе не участвуют. Присутствие на российском рынке не единственное требование для номинантов. Важно, чтобы машина была новинкой года. Под этим подразумевается модель, сменившая поколение, пережившая рестайлинг или получившая новый силовой агрегат. Как и прежде, основных номинаций пять. Компактный городской автомобиль, большой представительский городской автомобиль, компактный кроссовер, большой кроссовер или внедорожник, спортивный автомобиль. Специальных три. Легкий коммерческий автомобиль или пикап, персона года и лучший пиар-департамент автопроизводителя. Впервые в этом году наградят и абсолютного лидера. Автомобиль года из шорт-листа. Главное, очень серьезное отличие. Такого уровня изменений у нас еще не было. Это новая номинация. Стартуем в этом году. Называется Car of the Year. То есть пять лучших автомобилей в пяти классах и некий абсолютный победитель. Посмотрим, что получится. Экспертам предстоит оценить более 70 машин по следующим критериям. Соотношение цены и качества, дизайн, техническое оснащение, комфорт и практичность. Итоги конкурса объявят в начале 2020 года. После того, как жюри составит шорт-лист и проведет масштабный тест-драйв моделей номинантов. Субтитры создавал DimaTorzok